Всего каких-то 8 или 9 лет жизни в доме. И наконец-то у меня дошли шаловливые руки до того, чтобы смонтировать над прихожкой снегозадержание. Вот так оно выглядит сейчас. Вот такие треугольнички, в которые упирается снег и таким образом нисходит в качестве лавины с кровли на землю. И обратить внимание ваше хотел этим видео на то, с чем периодически на объектах сталкиваюсь, что меня часто удивляет. То, что система водосбора, вот эти желоба водосточные. Вот он находится у меня вот там. Зачастую размещают эти желоба таким образом, что прям непосредственно в желоб будет упираться снег при сходе. Соответственно, он снесет этот желоб, никаких сомнений быть не может. Масса и давление там такое от этого снега по весне, что он все за собой сметает. Так вот, правильно организованный вот этот желоб должен выглядеть вот так. Если быть еще более точным, он должен не выглядеть, если вы смотрите, он должен не выглядывать. Если вы смотрите с поверхности кровли, то есть он спрятан, он находится ниже плоскости крыши. И таким образом снег, когда вот допустим даже нет снегозадержания и он туда падает, он перепрыгивает его и не повреждает желоб. Вот с этой поверхности, вот с этой кровли, с кровли над прихожкой, снег у меня сходит буквально каждый год. Вот наконец-то я сейчас заставил заняться снегозадержанием. И вот в течение 8 или 9 лет ежегодно сходит снег, а ливневка все еще жива, слава богу. Чести мне это не делает, ну в силу того, что снегозадержания у меня не было. Вот, но ливневка устроена правильно и даже при, ну ее нельзя назвать штатным, да, процесс схода снега, это всегда не штатное мероприятие. Но даже при подобных, ну негативном подобном развитии событий, ливневка остается целой и не нужно ее ремонтировать. И вам желаю правильных решений в части своих инженерных коммуникаций на вашем прекрасном, любимом доме. Комфортных домов вам! Увидимся! Комфортных домов